Привет, друзья! Друзья, с вами Варчик. Кто смотрит меня давно, наверное, знает, что я только одну вещь в игре не сделал. Не сделал средуху на десятке 5000. По какой причине я это не сделал, говорить смысла нет. Какая разница, какими способами оправдываться, правильными или неправильными. Смысл лишь в том, что я это не сделал и все. Но рано или поздно я должен был к этому прийти, потому что больше в игре особо заниматься нечем, кроме как играть на урон. Сейчас, на самом деле, в рандоме больше делать нечего. Набивание отметок. Это, конечно, входит немного в роль набивания урона. Но в целом уже не так интересно, когда у тебя на половине танков уже три отметки есть. Прохождение ЛБЗ тоже неинтересно, когда они все пройдены. Получение танков за ГК и так далее тоже не особо интересно, когда эти все танки уже получены. И вот остается только одно, набить средуху на десятки 5 тысяч. На восьмом уровне можно запотеть в 3 тысячи. В целом это единственное, что можно делать и чем можно заниматься. Это хоть какая-то цель. Потому что играть бесцельно, вы видели, как я играю бесцельно, результаты такие себе. Но как только появляется цель, результаты стремительно растут в гору, поскольку начинаешь стараться и к чему-то идти. Так вот, в этом видео я вам расскажу и подскажу тем людям, у которых возможно тоже уже цели в картошке особо нет. И осталось последнее. Вот эти самые средухи 3 тысячи на восьмом уровне и 5 тысяч на десятом. Как это сделать? За последнее время у меня очень сильно статистика пошла вверх. И даже при моем огромном количестве боев, там почти под 80 тысяч, удается за день, за два поднимать по одному ВН-8 там практически. А раз статистика растет, значит видно, что стало лучше. И я расскажу всего лишь 3 пункта, которые нужно выполнить для того, чтобы все так резко пошло вверх. Среди них есть один самый основной, на котором держится практически все. Первое, самое простенькое, что нужно сделать, это на самом деле подобрать актуальные танки и правильно их снарядить в бой. Как можно больше голды, для этого конечно же понадобится много серебра. Картошка фри-ту-плей только на бумаге. Здесь так просто без вложений не обойтись. Или придется долго копить серебро. И пока вы копите, вряд ли вы будете набивать большие результаты, чтобы потом очень быстро это все серебро спустить. Правильное оборудование плюс правильный собранный танк, актуальные, которые в нынешнем рандоме хорошо играются, это конечно хорошо. Для кого-то даже это будет сложным пунктом для выполнения, а для кого-то простым. Допустим сейчас в рандоме актуальны тяжелые танки. Поскольку фугасы апнули, они пробивают всякие экраны и гусеницы, ватные СТшки и просто СТшки от фугасов начинают пострадывать, если против себя встречают фугасные танчики. Также все карты перекопаны и играть на тяжелых танках с крепкой башней от рельефов самое оно. Самые актуальные танки это тяжелые с крепкими башнями. Ну и средние танки с крепкими башнями тоже. Это не значит, что нельзя играть на СТ, можно играть на СТ, но там тоже нужно выбирать самые сильные, самые актуальные и тоже не помешает крепкая башня. Допустим тяжелые танки. Объект 277, кранваген, супер конь, Т110Е5, конечно не особо про танкование от башни, но в общем и целом тоже неплох. И многие танки в эту сторону, которые похожи, из средних танков можно выделить СТБ-1, шведский УДИС, если скилл очень хороший и ЦС-63. Также можно выбрать какие-нибудь танчики, которые всегда актуальны, это от Альфы по типу 60ТП. Да и в целом, в принципе, самые сильные танки более-менее всем известны, недавно я про это видео делал. Ну и конечно же оборудование на них, сетка рога не подойдет и голды нужно как можно больше. Это наипростейшее, что можно сделать для того, чтобы повысить свою статистику и результаты. Следующее, что нужно сделать, это как раз таки самый основной пункт. Нужно на каждой карте наработать топовые, самые актуальные, самые сильные позиции, начальные. И на этих позициях в основном все бои разыграются. Иногда ты проводишь на этой позиции большую часть боя, иногда только начало. Но так или иначе, все начинается с этой самой первой, самой сильной основной позиции. Вам нужно перекрыть практически все карты и все респы, чтобы не было у вас в бою такого, что вы не знаете, где с вашей стороны можно поехать и максимально всех нагнуть, разорвать. И для того, чтобы быть в тренде и актуально отыгрывать все карты и все позиции, желательно посмотреть самых сильных топовых игроков World of Tanks. И будет неплохо, если посмотрите не одного, а нескольких. Если у вас с какими-то картами есть проблемы, вы можете просто у них подсмотреть, где они играют. Поскольку они в основном в эти места едут каждый бой практически на всех танках. Поскольку в World of Tanks ехать больше особо некуда. Когда я хочу перевести свой танковый скилл в порядок, чтобы отыгрывать актуально, как сейчас играют все топ-челики, нужно просто посмотреть, как они играют и запоминать эти самые основные начальные топовые позиции. Вот что так резко у меня все время поднимает статистику и средний урон. Последние несколько месяцев я смотрел на одного топ-игрока. Как он отыгрывает, в какие места едет, что он там делает. Да, для этого понадобилось много времени. Для этого нужно все это запоминать. Перекрывать те карты и те респы, на которых у вас проседает результат. Чтобы подтянуть общую статистику, нужно перекрыть самые проблемные места. И при этом при всем, нужно не забывать, что и тот человек, которого вы смотрите, он не будет играть без ошибок никогда. И вы тоже будете ошибаться. Но вы должны это запоминать и стараться исправить. И наработать как можно больше этих самых основных, всегда работающих позиций и тактик. Никто за вас этого не сделает. Вы сами должны запомнить, найти, узнать и спробовать эти все позиции. Я, конечно, могу сделать видео и рассказать, где эти топовые позиции. Но я стримлю и сам каждый бой в них еду. Потому что я их посмотрел у человека, у одного, у второго, у третьего. Все это в кучу собрал, запомнил. И теперь, грубо говоря, я тренируюсь, еду на них и пробую, как на них играть. Вспоминая, как играли топ-челики. Ну и третий пункт – это практика. Нужно практиковаться, для того, чтобы чувствовать себя, как рыба в воде на этих позициях. И отыгрывать их максимально хорошо. Когда я начинал играть в World of Tanks, у меня было 55% побед и там бирюзовый ВН-8. Я смотрел одного стримера, поднял ВН-8 до фиолетового. Потом долгое время я никого не смотрел, скилл свой не поднимал. Все стояло на одном месте. Потом я посмотрел другого стримлера, стал играть немного лучше. И вот теперь третьего посмотрел. И моя игра в плане результативности заметно улучшилась. Но для этого нужен еще такой побочный пунктик. Нужна цель и стимул. Если этого нет, то никогда ничего не получится. Для меня лично это самое сложное. После такого огромного количества времени, сколько я провел в World of Tanks, для меня этот побочный пунктик на самом деле является основным. Поскольку если играть не хочется, то как ни крути, что не смотри и какие ошибки не исправляешь, все равно все будет не очень. На самом деле, чтобы дойти до такого скилла, у меня ушло очень много времени. Для кого-то может быть это быстрее и проще, для кого-то сложнее. Каждый человек индивидуальность. Но я вам рассказал свою историю, как я до этого дошел. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok